Ярко, позитивно, все как любят дети. Новоталецкий детский сад номер один после плодотворного лета готов к учебному году. Здесь отремонтировали фасад и привели в порядок пищеблок. Разделочные поверхности, бытовая техника, посуда – все новое. В среду условия, в которых варят каши и готовят запеканки, оценил Сергей Низов. Глава Ивановского района также посетил занятия в старшей группе. Здесь тоже проведен ремонт. Установлена интерактивная доска. Мы приобрели мультимедийную установку, то есть вот эту доску, которую сейчас видим, в которой уже сейчас начали работать и дети, и воспитатели. Но они не то что работают, они играют. Занятия проходят в игровой форме, поэтому все радостные, все довольные. Родители видят наши улучшения тоже. Подготовка учреждений Ивановского района к новому учебному году в 2018 обошлась почти в 35 миллионов рублей. Львиная доля средств из местного бюджета. Для Подвязновской школы купили автобус. В Калиновской переоборудовали часть помещений под дошкольные группы. На Ваталицкую школу приобретено оборудование для занятий робототехникой. Ученики смогут конструировать бесплатно. Проводили мы встречи с родительской общественностью. Я встречался в начале учебного года. И по весне очень много было предложений родителей по замене окон. И тоже существенные суммы были затрачены именно по просьбе родителей на замену оконных блоков практически во всех образовательных организациях. В малом спортивном зале Новоталицкой средней школы большой ремонт. К первым числам сентября все будет готово. Здесь будут заниматься, кроме уроков физкультуры, будут проводиться секции тхаквандо. Теннис настольный здесь проводится. Ну вот и баскетбольные кольца говорят сами за себя, что можно здесь играть в баскетбол. Будут волейбольные стойки. В волейбол можно будет здесь заниматься. В целом же образовательные учреждения Ивановского района прошли приемку одними из первых в регионе. В новом облике и со свежими силами они готовы встретить своих воспитанников, отдохнувших и повзрослевших за лето. Торжественные линейки в школах района пройдут 1 сентября.